добрый день дорогие зрители саживайтесь поудобнее сейчас мы вам все расскажем ну что начнем с долгоиграющей истории про то как поссорились виктория руфу и элхенио дербис что там случилось поссорились они из-за того что вики сказала их общему сыну хосе эдуардо что свадьба ее была фальшивой и замужем за элхенио законно она не была естественно что элхенио возмутился и сказал что ничего подобного все было законно и он не знает зачем виктория лжет и что у него есть документальное подтверждение его слов и с сыном она его ссорит говорит что он не уделял хосе эдуардо должного внимания а он всех детей любит одинаково и разницы между ними не делает ну что естественно виктория долго таскать молчать не стала а ответил в том стиле что надоело и это все все эти выяснения отношений и пусть он свои игры детские прекратит потому что в общем пора уже и честь знать подключился и сын и тоже сказал что хочет чтобы предки уже остановились и не позорились публично эти разговоры о свадьбе идут столько сколько он себя вообще помнит уже десять раз можно было бы доказать правда это или нет показать документы там я не знаю выложить их в интернете там еще что-то как-то ну в сущности парень прав действительно пора уже прекратить уже даже не смешно да но дело-то в том что в общем тут все стороны этого конфликта хороши потому что сынок и сам не дурак пожаловаться на отсутствие любви и ласки родительской него постоянно там его никто не любит не жалеет вот и вот тут опять же он сказал что да вот значит папа с ним как-то так не по родительски обращался и все такое прочее поэтому его сводная сестра айслин тоже вставила свои пять копеек и сказала что хосе эдуарда жалуется что он черная семейная овечка а сам отца даже с днем рождения не поздравляет вот ему не было ему было недавно 51 год сын не поздравил на премьере фильма эухенио не был а отец всегда с ним общался и всегда обращался с ним также как и с другими детьми не делал никаких различий и вообще грязное белье стирают дома вот золотые слова молодец девушка ну что тут еще можно сказать что в общем да мы уже сказали что сын не был на премьере отцовского фильма а отговорился тем что был на другом мероприятие по работе блумейка был на другой красной ковровой дорожке в общем присутствует не смог но не смог и не смог тем более что не только папе перепал он и маме уж чего он только про маму там не рассказывал свое время так что эукенио здесь не один счастливец следующая наша история тоже такая весьма неприятная сильвия наварро и ее братья по одним источником их четверо по другим семеро вот они сцепились из-за наследства что там произошло ее отец лежит в реанимации а завещания у него нет и его гражданская жена с которой он живет 22 года в общем в диком ступоре в случае чего она остается в общем ни с а детишки уже успели перессориться из-за наследства что там за наследство там бензоколонки их несколько штук они принадлежат папе вот и приносит очень неплохой доходец ну судя по всему жене здесь не достанется ничего потому что дети вырвут имущество из глотки ну а потом порвут друг друга ну сами понимаете наследство это дело такое высокие отношения надо сказать хотя ничего особенного таких случаев масса вот еще один вариант из этой же серии кати барбери эти и отец в тяжелом состоянии у него болезнь паркинсона и катя говорит что не может с ним увидеться из-за плохих отношения отношений со своими сводными братьями и сестрами дело в том что отец был женат ее несколько раз и отношения сводных братьев сестер как тут не задались и она говорит что она не имеет никакой информации о его состоянии последний раз она с ним разговаривала 15 дней назад она боится даже что не узнает о его похоронах если что ну в общем жуткая картинка да но тут ответила ее сводная сестра без промедления и сказала что катя сама виновата она отцом никогда не интересовалась и сейчас еще только поблизости все только для пиара хотела бы узнать что-то или навестить отца приехала бы в канкун где все они живут они большая дружная семья все них в порядке отец под присмотром так что не надо тут вообще изображать оперу нищих ну что тут скажешь только как все запущено еще одна история неприятная маурисио хинао на съемках новеллы лайм пастора в мексике попал в больницу и вот срочно увезли в госпиталь по причине ужасного обезвоживания почувствовал себя очень плохо ему вызвали скорую помощь ну в общем я конечно не знаю такое ощущение что съемки происходили в пустыне при полном отсутствии воды ну или он на мочегонных сидит для похудания а может съел что-нибудь не то и диарея прохватила во всяком случае слава богу что вовремя спохватились скоро он к съемкам вернется ну вот мы вам сообщали в предыдущей программе о бурной личной жизни актера гонсала валенсуэла ну так вот до чего талантливый мужик но просто многостаночник оказался на этот раз нашлась еще одна любовница но уже не модель а телеведущая сисилия булокко который гонсала весьма весело проводил время на острове пасхи ну и знающие люди говорят что это не последнее имя его донжонском списке ну посмотрим посмотрим можно уже как бы пальцы начинать загибать на руках антонио мандерас оказался жутким социалистом он сказал что чавес был абсолютно прав когда национализировал все корпорации и что обама столкнулся с реальностью рынков и с грейфил внедрить социализм а вот интересуемся в очереди за туалетной бумагой и сухим молоком молоком синьору бандерасу слабо постоять как это делают миллионы венесуэльцев а то эти приверженцы социализма предпочитают мучиться в штатах который как известно плод капитализма а привилегию на себе испытывать все прелести так любимого им строя должны венесуэльцы кубинцы и северные корейцы кто-то венесуэльский актер стаями в штаты откачевывать не понимают идиоты своего счастья но кстати о венесуэльцах тут у нас два дня рождения подкатило как раз таки очень известных венесуэльских актрис которые эмигрировали из этого рая земного алисия мачадо отпраздновала 37 день рождения и представила публике своего нового друга его зовут альберту кентеро он венесуэльский актер и модель судя по всему алисе довольно абсолютно всем счастлива выглядит хорошо ну и слава богу кстати на вечеринку алисе пригласила скарлетт портис и ее мужа юла буркла тоже беженцев из венесуэльского рая выглядит все замечательно видимо кушают хорошо у габи с паник также день рождения 40 лет исполняется с чем ее от души и поздравляем ну она дама у нас яркая неординарная талантливая во всех смыслах порадует еще зрителей новыми ролями и сногсшибательными скандалами ну я так понимаю что у нее не залежится ну на этом все подписывайтесь на наш канал и до свидания ждем вас следующих программах